То, что происходит на центральной набережной Сочи, на пляже Маяк, сочинцы уже называют историческим событием. Более 20 лет вся эта территория протяженностью несколько сотен метров была закрыта для свободного доступа. Сейчас уже большая часть ограждения демонтирована, снесен и ряд капитальных построек. Арендовали эту территорию еще в начале 90-х и сразу же эта прогулочная зона и часть пляжа Приморской набережной были обнесены забором. С тех пор доступ к морю получали только посетители аквапарка Маяк, разумеется, за деньги. Первые попытки властей города открыть этот участок прибрежной полосы для сочинцев и гостей курорта были предприняты еще перед Олимпиадой. К этому решению шли очень долго и в итоге собственники поняли, что другого пути нет, необходимо разгораживать все территории. Эта работа у нас уже ведется не первый год. Такие прецеденты не только в центральном районе, но и в других внутригородских районах. На сегодняшний день уже снесено более 100 объектов торговли, размещенные на набережных. На пляже Маяк будут снесены все капитальные строения. Часть водных аттракционов останется. На освобожденных площадках разобьют аэрарии. Появятся и новые детские зоны развлечений. Доступ к морю будет бесплатный абсолютно для всех, уверяют в администрации города. Все работы по благоустройству здесь должны завершить до 25 июня. К этому времени изменится до неузнаваемости и прибрежное в поселке Лао. Там уже видны очертания новой прогулочной зоны. Наталья Дворецкая со своей подругой в этом поселке отдыхает каждый год. Считает, преобразования здесь нужны были уже давно. Так как море подступает, больше по набережной не пройдешь, то да, кафешки. Ну, я думаю, и кафе будет, это тоже удобно для этого. Но широкая прогулочная зона, в принципе, необходима. Чтобы появилась эта прогулочная зона, муниципалитет снес более 15 строений. По планам мэрии, в Лао должна в ближайшее время появиться благоустроенная Приморская набережная длиной около километра. Снос строений на пляжах завершается и в поселке Дагомыс. Это было последнее кафе на пляжной территории. Через неделю его разберут полностью. В администрации города уверяют, работа над проектом «Открытое море» в Сочи будет продолжена.